это только начало я все не могу успокоиться конечно из-за левиза варвак каждый раз когда про него думаю представлять фотки 72 74 года совсем еще недавно любительские они есть в интернете в частности на сайте past view который объединяет фотографию разных городов сделаны профессиональными любительскими фотографиями представляете 50 лет назад еще собственно можно сказать недавно семьдесят втором году люди могли пройти по красной площади и увидеть через раскоп через все эти привычные нам уже по последним годам раскопки увидеть настоящий лиза фроф там видна его стена довольно высокая уходящая туда вглубь земли и естественно это лиза фроф был помойкой ну это понятно как только он перестал быть любой ров это сокровищница для археолога как только он перестал быть важным фортификационным фортификационным сооружением господи и это слово даже умудрился забыть и как только там в нем перестали содержать львов слонов и прочую и прочих насекомых его конечно использовали как помойку и как отхожее место собственно этом месте похоронены иосиф сталин михаил суслов и другие замечательные люди ну вот было бы так здорово его увидеть я думаю что в общем это должно стать целью всех мыслящих людей как только что-то изменится и как бы главная наша скрепа мертвецы на красной площади куда-то денутся я думаю что вырыть какую-то ямку и заложить ее стеклом чтобы можно поглядывать на львиза фроф как это время например сделано даже в центре города да 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 и даже в москве такие штуки есть где можно заглянуть туда в глубь веков по моему это было бы реально 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 круто нам пишут здравствуйте владимир вероятно вы приезжаете на тефе регион да об этом чуть подробнее потом расскажу в калуге есть милый музей декабриста батенького дом музей чижевского вот про дом музей чижевского знаменитого фантазера и изобретателя и физика из двадцатых тридцатых годов я конечно слышал про декабриста батенького нет это очень любопытно замечательный человек он действительно вернулся из ссылки из долгой из каторги потом из ссылки и жил у себя в калуге занимался переводами с французского вот тут подробная информация ссылка еще на главпочтамте есть витрина из которой можно купить книги местного издательства золотая аллея по истории краевидению и мемуары известных людей имевших отношение к калуге их сайт золотая аллея точка ру слушайте это замечательно я безусловно туда загляну единственная проблема моя беда связана с тем что я оказываюсь в разных русских городах так начинаю много интересоваться и читать об истории их и о том какой они след оставили в великой русской литературе или в разных письмах путешественников что обязательно покупаю какую-то такую книгу или несколько книг из тех о чем вы пишете дорогая наша слушательница или слушатель и они у меня дома остаются потому что прочесть их не всегда успеваю но вообще есть такая же книга замечательная о колумбе видимо такая же появится о калуге спасибо большое за наводку на золотую аллею а вообще заканчивает нам послание наш слушатель к нам лучше весной или летом так везде лучше весной или летом но мне зимой хорошо мне кажется калуга должна быть замечательно в такую позднее осеннюю или ранне зимнюю погоду не вижу никаких противоречий ждем в гости да спасибо большое наши слушатели также предлагают меня покатать по калуге я тракторист из калуги так подписался человек я представляю на чем вы хотели меня покатать и соблазн от этого еще выше раз вы тракторист но я скрипя сердце все таки откажусь от вашего предложения по двум причинам во первых я буду всего лишь на два дня а во вторых я действительно еду туда по делам и и вероятно буду довольно сильно этими делами озадачен поэтому я с удовольствием воспользуюсь вашим приглашением если у нас калуга сложится роман и я вернусь в ваш город еще а вероятность этого вполне велика вот мой товарищ современный художник и историк искусства дмитрий гутов замечательный художник полюбил калугу сильно побывав там буквально месяц или два назад впервые он писал у себя в фейсбуке много об этом городе я все это себе выписывал и как выяснилось не зря это сделал более того мы окажемся с дмитрием одновременно в вашем городе и в и в инновационном центре дмитрий 27 ноября 2020 года в пятницу в 19.00 прочтет прочтет лекцию под названием просуществует ли современное искусство до 4891 года естественно это название хитроумный перефраз знаменитой статьи андрея малярика просуществует ли советский союз до 1984 года но дмитрий любит издеваться вот в частности делает он это и сейчас но умеет и любит дмитрий не только это дмитрий один из лучших рассказчиков об искусстве из всех что я знаю очень хорошо удается дмитрию рассуждение о старых мастерах но и о современном искусстве в котором он существует и творит дмитрий тоже рассказывает блестяще я думаю что у калужан это возможность услышать гуту вживую довольно уникальной я предлагаю приглашаю всех этой возможностью воспользоваться узнал я совершенно случайно о том что такие вещи планируются и так инновационный центр октябрьская 17 а дмитрий гутов 27 ноября 19.00 это будет пятница если я не ошибаюсь мы вернемся после небольшой паузы и поговорим об эдуарде успенском а также позвоним роману суперу который фильм оба дуар николаевич и сделал и который выходит сегодня на экран это только начало это только начало меня зовут владимир раевский вчера похвастаюсь мне повезло оказаться на примере фильма это эдик который посвящен жизни творчеству и взаимоотношениям с другими людьми писателя эдуарда успенского на котором чаю выросли и вы не только я все кто нас слушает фигура это для русской литературы во многом краеугольная а личность во многом овеяны разными слухами и домыслами эдуарда николаевича не стало как мы все к сожалению помним 14 августа 2018 года и почти мгновенно роман супер тележурналист начал делать фильм об эдуарда николаевича и закончил его совсем недавно вчера премьера состоялась с сегодняшнего дня этот фильм под названием это эдик можно будет увидеть на сервисе премьер я этот фильм посмотрел вчера и увидел там многих людей которых вообще не думал что когда-либо увижу на экране в частности художник шварцман который придумал чебурашку изображенного в нашем любимом мультфильме который не дает интервью вообще я увидел вчера и очень тому рад потому что летом шварцману исполнилось сто лет и не знаю кто еще кому еще шварцман даст интервью за оставшиеся 20 лет которые ему осталось прожить я хотел бы у романа супера с которым мы созвонимся в нашей традиционной рубрики первый звонок буквально через минуту узнать не только о том как этот фильм делался но и о том с кем ему удалось пообщаться с кем не удалось пообщаться и что еще рассказали ему люди участвовавшие в фильме из того что не вошло в основную монтажную версию мы позвоним роману суперу в рамках нашей традиционной рубрики первый звонок первый звонок рома привет доброе утро вова доброе утро умное радио поздравляю тебя с премьерой спасибо большое но она пока случилась только для близких друзей а для широкого зрителя случится через пару часов через пару часов на сервисе премьер можно будет посмотреть это эдик да до часов 12 это появится да ты действительно туда зазвал огромное количество разных людей которые имели дело с эдуардом николаевичем знали его или даже дружили с ним а кого у тебя туда втащить не не получилось кто тебе отказал интервью слушай вообще продюсерский это еще был была еще та задачка потому что эдуард николаевич свою долгую и бурную жизнь успел поругаться кажется более-менее со всеми людьми которые которых можно назвать близким кругом писателя поэтому зазывать было сложно с первого раза практически никто не соглашался но наши продюсерские таланты и способности в общем сыграли свою роль а слушай да так или иначе со всеми мы поговорили с кем хотели поговорить разве что второй женой эдуард николаевича филиной не получилось но как не получилось она просто попросила вознаграждение интервью а я честно говоря такими делами не занимаюсь документальным кино мне кажется не совсем честно по отношению к зрителям а так с остальными со всеми поговорили да я согласен мягко говоря не совсем честно и тоже бы на твоем месте никому не платил а как вы уговорили леонида шварцмана замечательного художника который придумал образ чебурашки для любимого всем мультфильма и который тоже был большой ссоре и даже в судебной тяжбе с эдуардом николаевичем леонид шварцман святой человек договориться с ним было очень тяжело потому что ну положа руку носиться журналистов он как-то особо не признает из-за людей особо не считает слушай ну долго звонили объясняли говорили что у истории у уродов чебурашки крокодила гены есть не только один как бы в истории чебурашки крокодила гены есть не только один родитель а как минимум два что ну не должен ассоциироваться образ чебурашки только с эдуардом успенским потому что нарисовал то его на самом деле шварцман мы объясняли что нужно восстанавливать историческую справедливость он все равно говорит нет вы выдерните слова из контекста я вас волочи журналистом знаю в общем кончилось все тем что мы просто поехали к нему домой без приглашения и сказали что да мы понимаем что вы сейчас нам тоже откажете но хотя бы посмотрите на на нас увидите что мы не папарацци увидите что мы не людоеды что мы в общем даже и не журналисты уже документалисты скорее вот вот мы здесь сейчас стоим перед вами можете сказать нам нет можете так сказать да он сказал нам да к нам да и мы сняли его вот это то есть абсолютно авантюрно просто приехали к человеку и просто по-человечески его просили еще раз последний раз и он сказал да как здорово поздравляю с этим отдельно в чем перевернулось твое представление об Эдуарде Успенском в течение того года который ты делал этот фильм слушай ну пока делал ничего не перевернулось потому что я все таки в вляпываюсь в производство уже знаю досконально историю то есть никаких там откровений и новостей не случилось и тот скандал который прозвучал благодаря дочери успенского татьяне он для меня же не было новостью это не был скандал новым для меня я изучил все хитросплетения его личные драматичные там семейной жизни до производства я все это хорошо и прекрасно знал более того взаимоотношения с успенского с детьми огромной советской страны прекрасные взаимоотношения и сложнейшие чудовищные взаимоотношения собственными детьми в общем для меня были одним из движков этого фильма поэтому да ничего не перевернулось слушай я я знала о каком человеке я делаю кино и в том числе поэтому я его сделал из твоего фильма складывается впечатление как будто жизнь эдуарда успенского шла примерно одним путем до развала советского союза и пошла иным путем после развала потому что начал больше зарабатывать значительно больше зарабатывать начал в общем жизнь жить другой жизнью как ты считаешь могла ли жизнь успенского сложиться иначе если бы он оставался советским писателем ух трудно вообще сослагательно о чем-то говорить как кто-то сказал это история 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 успенского это история мальчика который всю жизнь боролся с драконом а потом сам стал драконом наверное так совпало что развалом советского союза успенский не написал ни одной равновеликой равновеликой книги которую он писал в советском союзе я думаю что какой-то прямой причины ну как причины не в этом основная причина не в этом причин много и все они зашиты в моем фильме это и взаимоотношения с собственной семьей это взаимоотношения с алкоголем это и взаимоотношения со странами секты стрёмного дядьки по фамилии столбун это много чего и все это так или иначе влияло на творческие амбиции и творческие возможности успенского который несмотря на весь тот ужас который происходил с ним в последние годы жизни все равно для меня остается главным русским сказочником и для меня тоже расскажи напоследок пожалуйста о своей любимой книге и взаимоотношениях с ней в низ по волшебной реке книга которую совсем недавно прочитал мой сын причем сам не из под палки и прочитав ее еще и послушал аудиоверсию и я подслушивал и получал очень большое удовольствие вспоминая свое детство вспоминая как я сам ее читал а у тебя была какая любимая книга в детстве ну наверное хиты чебурашка дядя Федор пёс и кот а сейчас я кайфанул от низ по волшебной реке вот привет тебя от мехового интерната от моей любимой книги спасибо посмотрите кино я буду очень рад если вы это сделаете еще раз тебя поздравляю с премьерой счастливо спасибо пока тут такая история возникла еще помимо это фильма про эдуарда успянского это был посвящен был посвящен Кириллу Толмацкому которого мы знаем как Децла и мы с Ромой вышли в лонг-лист одной премии называется лавр Рома прошел в шорт-лист то есть оказался одним из трех номинантов а я в общем остался в лонг-листе я только дальше не пошел фильм с которым мы номинировались был посвящен пожару Москвы 1812 года и одному из главных героев всей этой истории генерал-губернатору Москвы Федору Ростопчину был такой одиозный персонаж московский Федор Ростопчин который в общем я о нем расскажу чуть подробнее но попозже но он большую роль сыграл в том чтобы москвичи все думали что никогда Наполеон не возьмет Москву а часть из них оставалась в городе и в общем в нагнетении страха ужаса в шпиономании этот человек сыграл не последнюю роль вот он один из героев нашего фильма а герой фильма Рома соответственно с которым он номинировал на премию лавр Кирилл Тараманский то есть Децл каково же было удивление оперативников когда я оказался по совершенно другим делам на Пятницком кладбище буквально месяц назад и увидел что Федор Ростопчин и Кирилл Толмацкий похоронены на этом кладбище напротив друг друга практически вау ноги к ногам вот совсем рядом с этой могилой просто друг напротив друга смотрят и вот так нас с Ромой еще раз связала судьба так что комментариев к этому ровно никаких потому что никак трактовать эти события невозможно кроме как совпадением желаю Роме успехов с его фильмом об Эдуарде Николаевича светлую память о творчестве по крайней мере которого мы я думаю будем хранить всегда пока существует русский язык и дети на нем говорящие вот собственно что хотелось рассказать об Успенском еще раз спасибо за все советы о Калуге которые вы нам присылаете торговые ряды если я не ошибаюсь вы нам еще посоветовали я себе это внесу в свой список у меня еще один к вам вопрос дорогие наши слушатели может быть вы сможете мне помочь еще в одном деле с обстоятельствами которого я непременно вас познакомлю как только что-то станет больше известно вопрос у меня такой как вы знаете московский театр современник выдающийся основанный Олегом Ефремовым Евгением Евтигнеевым Галиной Волчек и Игорем Квашой всего семью основателями был основан в пятьдесят шестом году на самом гребне волны оттепели молодыми выходцами из школы студии МХАТ тогда в пятьдесят шестом году у них не было знаменитого здания на Чистопрудном бульваре и не было даже того временного здания которое театр современник занимал на площади Маяковского это был такой небольшой небольшая постройка про которую Александр Ширвиндт шутил что им дали сносное здание потому что конечно десять лет они там просидели но само здание было обречено в Новой Москве особенно на гребне хрущевской уже перестройки это здание существовать вечно уже не могло так вот театр современник будучи основанным пятьдесят шестом году скитался по разным сценам показывали свои спектакли студийцы и молодые современники и в помещении гостиницы советская в бывшем ресторане яр и в театре имени корша тоже бывшем а ныне театре наций и на разных сценах в ДК дворцах культуры в домах культуры в общем где придется в частности был знаменитый спектакль вечно живые который собственно сделал всю славу современнику поставлены по пьесе Виктора Розова спектакль это был ну настолько ошеломительным что на его премьере зрители не хотели расходиться они позвали своих актеров на которых они смотрели обратно в зал и проговорили с ними буквально до открытия метро то есть вот до самой глубокой ночи не знаю насколько преувеличение что до открытия метро но по крайней мере правда долго с ними разговаривали и пытались выяснить как вообще получилось сделать такой спектакль потому что ничего подобного десятилетия московская театральная публика не видела так вот у меня к вам вопрос может быть вы может быть ваши родители может ваши бабушки с дедушками были на первых спектаклях театра современник если это так напишите пожалуйста нам об этом оставьте свои контакты я с удовольствием свяжусь с теми кто был свидетелями первых спектаклей театра современник может быть на одной из тех сцен которые я перечислил может быть там вот в ресторане в бывшем ресторане яр может гостинице советское может театре корша может в каком-то дк может где-то случайно вы были свидетелями тех самых первых спектаклей современника может быть мне совсем повезет и вы или те кого вы знаете или с кем вы дружите или кто ваш родственник были на том самом показе спектакля вечно живые по которому кстати был потом сделан фильм летят журавли с которого не хотели расходиться зрителей потребовали актеров современника обратно я знаю кое-кого кто был на этих первых спектаклях но мне бы хотелось еще больше узнать таких людей я с удовольствием пообщаюсь с вами если это вы пожалуйста напишите мне об этом я буду очень вам очень-очень вам признателен еще напомню об этом попозже далее пишет здравствуйте я правда не в тему 1 декабря выходит новый фильм арабово юрия гера кастро было бы здорово что-то услышать об этом я думаю что фильм по сценарию юрия арабова выходит не слышал ничего о режиссерских амбициях арабово но в любом случае очень занятно об этом узнать я естественно об этом ничего не слышал далее спасибо большое мы обязательно об этом узнаем и в будущем эфире как раз 1 декабря уже к тому времени будет будет 2 декабря если не ошибаюсь мы об этом расскажем что знаем большое спасибо за этот рассказ непременно все узнаю и расскажу себе сейчас это скопирую так что у меня к вам два вопроса дорогие мои может быть кто-то из ваших родственников или вы или ваши бабушки дедушками были первыми зрителями спектакль московского театра современник еще до того как он обосновался на чистопрудном бульваре особенно ценно если ваши родственники были свидетелями спектакля вечно живые а может быть видели какие-то из скандальных спектаклей есть истории как урывались с боями билеты на на спектакль голый король например по пьесе евгения шварц которые многократно запрещали разрешали запрещали разрешали в общем всячески мытарство пришлось пройти организаторам театра современник чтобы этот спектакль запустить может быть его вы видели или ваши родственники или ваши друзья напишите нам пожалуйста об этом на плюс семь девятьсот три семь девять семь шесть три 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 я лично буду вам очень признателен и чуть позже расскажу для чего мне все это нужно и второе если вы калужанин или калужанка и вы хотите что-то рассказать нам о вашем замечательном городе который я намереваюсь посетить уже завтра я буду очень признателен вашим рассказом и обязательно использую ваши советы в деле сам посмотрю и другим расскажу а может где-то спрячу сокровища в нашей регулярной рубрике сокровища нации ну вот и вам будет подручнее все это найти заранее вас за это благодарю в оставшиеся полчаса я безусловно в самом конце напомню о сокровищах нации напомню то хитромное задание которое мы загадали вам в этот раз пока у нас правильного ответа нет а если есть присылайте нам селфи с магнитиком скорее задание напомню позже если победитель так и не найдется мы в социальных сетях буквально час спустя эфира или два часа спустя эфира это задание выложим а еще хотел с вами поговорить как раз о московском пожаре восемьсот двенадцатого года о Федоре Ростопчине о котором я немного рассказал буквально десять минут назад и о романе война и мир небезызвестного писателя графа Т со смерти которого в ноябре исполнилось сто десять лет на станции Остапова не стало графа Толстого и многие туда вспомнили совсем недавно я перечитал недавно роман война и мир совершил это действие как раз в карантин когда времени на чтение стало побольше добровольно и с удовольствием поделюсь с вами своими впечатлениями но не литературоведческими а скорее практического толка и может быть вас заинтересую тоже в этом благородном занятии перечитывание романа с которым вы знакомы были наверняка лет в четырнадцать и потом забыли о нем надолго как о страшном сне я от тебя добавлю вернемся к вам после паузы после музыки и поговорим о войне и мире и о москве в ней это только начало это только начало я владимир раевский в ноябре этого года исполнилось сто десять лет с торжественного и скорбного ухода льва толстого из нашего мира и так совпало что я как раз закончил перечитывать роман война и мир и хотел бы рассказать о том почему это стоит сделать в тридцать пять лет если вы в прошлый раз читали его этот роман двадцать лет назад в школе и обсуждали его наверняка тоже в школе в школе хочешь я тебе пару смс сначала прочитаю на эту тему пишет нам Наталья из Красноярска школа и война и мир это жесть не могла осилить никак это произведение но пять лет назад попала в больницу и добровольно перечитала под таким впечатлением пребывала и Алексей из Москвы пишет мне сорок восемь вы не поверите но я так и не прочитал войну и мир и еще студентам четыре раза приступал но сейчас видимо пришло время точно прочитаю дает за рок Алексей вот Алексей а давайте вообще хотите знаете как люди бросают курить там объявляют всем в фейсбуке все я бросил и типа если вы видите меня с сигаретой и не бросают гасите меня хотите мы с вами договоримся вот вы поставьте нам какой-нибудь срок перечитайте войну и мир и мы с вами созвонимся вообще в эфире и обсудим роман вот если вы согласны на мои условия просто напишите когда перечитаете в ближайшую среду к этой дате мы с вами созваниваемся и обсуждаем хотите там месяц заложите два может и две недели если у вас больше времени вот прям договоримся и вам будет так веселее выполнять выполнять ваше слово я пока расскажу о том зачем это делать ну я не открою никакой тайны никакого секрета Полишинеля сказав что это две разные вещи просто читать его в 14-15 лет и обсуждать в школе или прочитать его в 35 лет обсудить самим с собой может быть с друзьями а может быть почитать какие-то еще умные книжки которые стали сейчас гораздо доступнее благодаря интернету в частности разные старые публикации на тему войны и мира довольно увлекательно например сочинение Виктора Шкловского материал и стиль в романе война и мир льва толстого 1928 года кажется книжечка я выделил для себя пять причин по которым стоит прочесть войну и мир в зрелом возрасте значит первое я уже назвал это реально увлекательное чтение это просто читается на одном дыхании ты попадаешь простите за банальность из-за тавтологии но в другой мир буквально тебя ты сталкиваешься с чем-то что больше тебя ты сталкиваешься с каким-то настоящим подлинным величием которым довольно сложно отыскать в жизни сейчас про многое говорят это гениально это это великие что-то там это лучший спектакль в жизни который я видел если вы активно пользуетесь социальными сетями вы это читаете ну буквально там каждый день в отношении чего-либо вокруг нас стало так много всего великого и гениального превосходного и всех 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 этих других превосходных степеней что кажется сложно найти какие-то настоящие ориентиры настоящие глыбы настоящие краеугольные камни ну вот война и мир в общем является таким краеугольным камнем если вы хотите столкнуться с чем-то беспримесно великим вот по-настоящему чем-то очень-очень большим то это бородатый граф с плугом и его книжечка серьезно говорю помимо всего прочего это реально ну абсолютно увлекательно это это настоящий драйв потому что это сопряжено с жизнью таких персонажей которые начинаешься переживать практически сразу же во-вторых то что недоступно нам в 14 или 15 лет это понимание связи между людьми у нас все-таки довольно узкий круг общения в 14-15 у нас не очень большой жизненный опыт и довольно схематичная жизнь ну там мы все в 14-15 за редкими исключениями учимся в школе общаемся с одноклассниками с какими-то друзьями может там ну во дворе или где-то там если вам 14-15 вы еще где-то бываете у вас есть какие-то еще друзья но в общем круг общения все равно у вас довольно ограниченный даже если он широкий ну и учителя которые там как-то что-то про это рассказывают никакого представления о том что такое светская жизнь у нас нет даже если уверяю вас даже если вы не живете светской жизнью вы не ходите на премьеры каждый день вы все равно ей живете ну так или иначе вы оказываетесь в каком-то обществе в каких-то гостях на каких-то мероприятиях вы с кем-то где-то встречаетесь вы научитесь поддерживать small talk даже если такого слова нет в вашем лексиконе вы общаетесь с другими людьми так вот вот эти связи между людьми особенно вот эти непрочные поверхностные горизонтальные связи они вам практически недоступны в подростковом возрасте ну вот просто так складывается жизнь к 30 там к 35 может быть к 48 как наш слушатель Алексей от которого я жду условий у вас конечно опыт на эту тему гораздо шире и многие наблюдения толстого будучи сделанные будучи сделанными 150 лет назад они опять же банально говорить что они актуальны но они еще очень острые во многом вас вам могут помочь если вы например не понимаете как вот этот человек вот он пустое место а он такой популярный например или почему вот этот человек он же здесь говорил одно а там он говорит другое или вы сталкиваетесь с тем что какие-то мнения становятся популярными и этих мнений непременно начинает поддерживаться все кому не лень и повторять как попка дурак вот одно и то же возможно в 14 лет вы просто не сталкиваетесь с таким феноменом или сталкиваетесь не в полной мере но роман льва толстого заполняет многие пробелы в вашем понимании того как как такие круги устроены и как люди в них циркулируют третье довольно примечательная интонация толстого которую может быть опять же сложно разгадать если вы находитесь в подростковом возрасте лев николаевич человек безусловно глубочайший может быть один из самых глубоких людей которые когда-либо жили на территории нашей страны но и к тому же как мы знаем они совсем убеждены во многих своих идеях и не намерены отступать от своих убеждений некоторые из этих убеждений и по нынешним меркам и тогда ну несколько комичны например мы знаем что лев толстой ненавидел медицину и ненавидел врачей просто не верил в том что они могут принести какую-то пользу поэтому вот если толстой в чем-то уверен то он на страницах своего романа очень смешно об этом пишет и мы можем почувствовать его интонацию он например пишет и пьер безухов после освобождения из плена выздоровел несмотря на то что врачи постоянно его лечили и постоянная толстовская интонация конечно ведь тьер пишет в своих сочинениях о наполеоне да пожалуйста но и он все время говорит вот вот так вот конечно люди которые называют себя историками убеждены что это великие люди управляют человеческой цивилизацией да пожалуйста пусть они так говорят никогда мы этой интонации не замечали за графом толстым когда учились в школе и читали его особенно то что ну обычно предназначается детям там повесть казаки или кавказский пленник но тут мы конечно во всей в полной красе это все увидим четвертая четвертая причина перечитать войну и мир это огромное количество небольших наблюдений которые возможно ускользают от вас если вы читаете войну и мир в 14 лет мы только сейчас обращаем внимание на то как княжна Мария тяжело шагает и шаркает как папаша Элен князь Василий притягивает руку собеседника вниз как Андрей Балконский мало улыбается и очевидно комплексует из своего маленького роста ну и так далее все это опять же мы можем заметить только вооружившись жизненным опытом даже если он у нас небольшой ну и пятая причина перечитать этот роман мы понимаем что это не только роман вечно роман о русской жизни о войне действительно и о мире о любви и о духовном поиске человека это еще и роман о связях между людьми в нашу экстравертную эпоху в эпоху когда нас очень интересуют социальные связи и когда эти социальные связи фиксируются теперь на совершенно новом уровне на уровне социальных сетей на уровне огромного количества текстовых сообщений в разных мессенджерах смсках и всем прочим эти социальные связи многократно умножились с одной стороны они стали и их стало гораздо больше с другой стороны стали гораздо менее прочными исследовать социальные связи нам бесконечно интересно и самое главное важно это нужно нам по работе по нашим целям которые мы ставим перед собой ежедневно но безусловно роман льва толстого очень много нам дает практических знаний о социальных связях о том как все люди в одном кругу в одном в одной стране да что в одном мире связаны между собой это конечно очень толстовская идея но он ее доказывает абсолютно практически поэтому если вы хотите больше как бы если вы хотите Дэлла Карнеги но по нормальному если вы хотите научиться общаться с другими людьми научиться их понимать вот если вы такую практическую цель перед собой ставите то роман толстого вам и в этом поможет слушатели во первых довольно большое количество тех кто рассказывают что после 30 лет перечитали войну и мир и остались в диком восторге что называется очень много вопросов понимаешь ли ты знаешь ли ты то есть есть какое-то объяснение зачем детей заставляют изучать войну и мир в школе потому что оно непонятное есть такие прям с фотографии книжной полки прислала наша слушательница где стоит роман и пишет окей уговорили достану прочитаю на пятьдесят девятом году жизни и вот такой комментарий еще от нашего слушателя мы разные мнения принимаем Лев Николаевич Толстой заурядный российский графоман настолько заурядный что даже кино по войне и миру тошнотворное без подписи ок отвечено кроме того знаете какое соображение по поводу школы я тут видел что кто-то предлагал вынести войну и мир и тихий дон из школьной программы и заменить это другими толстовскими сочинениями может быть даже публицистикой это все обсуждаемо я тут не не возьмусь сказать что как вы можете кощунники с другой стороны я не возьмусь утверждать что многие читают его в 14 лет таким образом как бы зажигают его для себя и больше к нему не возвращаются есть люди которым в школе портят впечатление от романа потому что ну давайте дети что там у нас в салоне Анны Павловны Шерер происходит как они там все к этой тетушке подходят ну в общем это все фиксирует внимание читателей не на том на чем нужно ну ладно слушайте во первых от последнего не застрахован никто и ни с чем ни одно произведение русской литературы не укрылось от того чтобы быть опороченным советской школьной программой это просто данность ну возьмете повесть казаки вам будут ту же туфту прогонять что касается того стоит ли или не стоит читать его в 14 лет если есть риск того что человек его не прочтет вообще или прочтет его в 14 лет я бы выбрал прочесть в 14 лет даже со всеми оговорками и третий аргумент в пользу того чтобы это все таки осталось в школьной программе понимаете там действует очень много молодых героев молодых людей вообще этот роман населен молодыми людьми Наташа Ростова юная барышня ее брат Петя молодой человек ее брат Николай тоже в определенный момент ну большая часть романа в общем он довольно молодой человек Пьеру Безухову там есть довольно много исследований хронологии романа там иногда скачет возраст у персонажей то есть там проходит там 2 года а им больше становится на 4 или на 5 но так или иначе Пьер Безухов ему там тоже 25-26 лет в общем это еще довольно молодой человек и как там князь Андрей Баконский говорит еще не кончена жизнь в 31 по-моему год ну в общем он тоже там моложе меня например на 4 года поэтому может быть если подходить к чтению войны мира именно из тех позиций что этот роман написан вообще во первых молодым человеком графом толстым тогда ему ну сколько лет там немного а во вторых о молодых людях и о том как молодые люди действуют на фоне огромных исторических событий а мы сейчас живем на фоне больших исторических событий то я думаю что может быть его стоит оставить в школьной программе в надежде что кто-то распознает в нем эти вещи ну и напоследок я бы все-таки не решал бы за других вот что то есть смотрите я бы исходил из такого что если нам так посчастливилось вообще нашей стране выпало ну такая невероятная какое невероятное счастье нашим соотечественником был такой человек как лев толстой и нам выпало второе счастье у него были возможности было время был безусловно талант это гениальность написать такой огромный роман так подробно исследующий нашу жизнь что вот на том моменте сказать да я его все равно не читаю давайте уберем из школьной программы мне кажется что тут стоит повременить и все-таки его там оставить потому что потому что если уж нам выпало такое счастье то странно этим счастьем не делиться с другими а тем более с людьми только-только вступающим во взрослую жизнь ну и в пятых все-таки это роман глубоко пацифистский я так скажу несмотря на то что толстой был боевым офицером несмотря на то что он в военном деле кое-что понимал и понимал побольше многих и несмотря на то что он пишет и о храбрости и о героизме мне кажется что это все-таки огромное антивоенное произведение потому что то презрение и недоумение с которым граф толстой относится к такому явлению позорному нашей жизни как война я думаю что любое слово сказанное эту тему в любых антуражах оно всегда пойдет на пользу поскольку мы живем в эпоху накопления милитаристского капитала я думаю что не лишним будет узнать и второе мнение исходящее из авторитетных источников вот собственно что я хотел бы сказать о книжке война и мир и извините пожалуйста пишет добрый день я мне 50 вы так прекрасно рассказали спасибо большое я рассказал просто о том о чем думал и никакой глубины пожалуйста не ищите в том что я рассказывал это просто мои практические наблюдения и практические причины вернуться к чтению войны и мира если вы вернетесь предложение которое я сделал Алексею в силе и для вас Алексей тебе отвечает ох какое заманчивое предложение не могу обещать сам не знаю когда полностью прочту у нас сейчас очень большая загрузка по работе потому что идут новогодние продажи но не отказывается вообще от прочтения Алексей но вы все равно нам пишите Алексей когда прочитаете договорились мы вернемся после паузы и закончим эфир это только начало это только начало мы заканчиваем наш эфир меня зовут Владимир Раевский я сейчас напомню задание в сокровищах нации но в начале еще чуть-чуть о войне и мире нам пишет очень упорный слушатель Владимир спасибо за вашу скучную подачу информации очень у вас унылый голос пойду посплю я бы оставил это без внимания но буквально час назад мы получили сообщение мне кажется от того же слушателя по имени Дмитрий под вашу программку хорошо спать в ненастную погоду я вы себе противоречите либо вы спите либо вы нам пишите давайте уже определимся либо одно либо другое но в любом случае я буду рад если я вам помог хотя бы выспаться рассказами о войне и мире здравствуйте война и мир одно из немногих школьных произведений которые я прочитал и причем в захлеб мне 54 года Татьяна очень рад за вас возвращаясь к перепрочтению простите Станислав из Пятигорска круто давайте так и сделаем а Галину из Москвы ты вынудил своим рассказом достать стремянку и полезь за книгой очень хорошо спасибо Артем из Екатеринбурга пишет за напоминание супруга прочитала сейчас рекомендует просмотреть сериал BBC не верит что когда-нибудь сяду за книгу но я это сделаю Артем сделайте сейчас вот я просто хочу с кем-то сделать заключить не пари а просто договориться вы перечитываете мы в назначенную дату берем с вами и созваниваемся и обсуждаем войну и мир я даже проверять вас не буду просто вам поверю на слово так что давайте хотите вы Артем будете этим человеком по поводу сериала BBC у Артема с Дашей разошлись воззрения мне категорически не понравился этот сериал ну уж простите я его посмотрю и обсудим и так осталось всего лишь у нас 3 минутки напомню наше традиционное задание в рубрике сокровища нации напомню что кое-где в Москве спрятан магнитик вам надо его найти прислать селфи на с пометкой конкурс тогда получите приз от нас дом где под одной из мемориальных досок спрятан магнитик серебряного дождя планировали построить ниже чем он получился на 4 этажа но построили на 4 этажа выше дополнительные этажи понадобились не для того чтобы заработать больше денег на квадратных метрах а чтобы высотностью скрыть вид на что-то на нечто впрочем еще 20 лет впрочем еще через 20 лет после того как дом построили скрывать за ним уже было нечего ибо порочащую город постройку разобрали а взамен поставили памятник ее тезке вот для вас наводочка поставили памятник ее тезке все находите магнитик фотографируйтесь с ним и присылайте нам я сейчас расскажу что мы вам подарим за это две книги от издательства бомбора одна из них называется археология москвы древние современные черты массовской жизни написано главным археологом москвы леонидом кондрашовым в частности про леви зафроф я думаю там тоже будет два слова то есть о том о чем мы говорили в первой части программы а также книга искусствоведа и журналистам пишущим об искусстве Софи Багдасаровой воры вандалы и идиоты криминальная история русского искусства все самые адские истории с произведениями русского искусства которые похищали подделывали пытались кому-то втюхать подсунуть и прочее прочее таких историй довольно много а Софи о них рассказывает совершенно замечательно добрый день прочитала в школе война и мир после каникул учитель попросил высказать свое мнение и обычно так пишут и все заканчивается на этом сообщение обычно так пишут чтобы я куда-то кликнул мне некуда кликать это смс поэтому допишите нам что там с учителем у вас произошло ужасно интересно об этом узнать если вы сейчас не допишите то прочитаю в следующий раз Хочу пари с Владимиром до нового года прочту Лиза 26 лет Владимир давай те со мной обсудим войну и мир давай созвонимся в последний выпуск перед новым годом Дмитрий из Нижнего Новгорода 34 года да все отлично Лиза присылайте ваш телефон Дмитрий из Нижнего у меня есть Лиза пришлите наш телефон мы вот перед новым годом какой будет эфир последний в этом году мы созваниваемся и с Лизой и с Дмитрием коротко обсуждаем войну и мир да договорились все забились с вами класс я очень рад телефончик Дмитрия я тоже сохранила так что все делаем и я сейчас сфоткаю Лиза пришлите нам куда-нибудь хоть ватсап хоть смс мы с вами созвонимся я реально 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 прямо сейчас себе забью и не забуду об этом напоследок короткая цитата из войны и мира одна из моих любимых и уступаю Дарье Гордееве слово для традиционного напоминания какая бы мерзость житейская не представлялась ему он говорил себе ну и пускай такой-то обокрал государство и царя а государство и царь воздают ему почести а она вчера улыбнулась мне и просила приехать я люблю ее и никто никогда не узнает этого думал он на этом я прощаюсь с вами пока владимир раевский программа это только начало напоминаю друзья что выпуск это и других программ вы можете посмотреть на youtube канале серебряного дождя подписывайтесь смотрите комментируйте ну а впереди программа мужские игры с никитой не брицки